Всем привет! Надеюсь, это будет коротенькое видео, потому что не имею даже понятия, зачем снимать длинные. Как уже все видели, я поставил тестовую семерку на P2. Тестовая она для меня, для других не знаю. Мне ее дали тоже, с учетом, что людям пока не даю. В ней меня прибила одна вещь. Во-первых, у нее спрятали один пунктик, до боли знакомый всем. Потому что мы им пользуемся. Он теперь не в безопасности, а в батарее. Вот. Автозагрузки менеджер. Сойдет. Также менеджер запущенных в фоне приложений. Нафиг, нафиг, нафиг. И приложения, которые могут быть запущены другими приложениями. Ну ладно. Далее. Он теперь периодически, после запуска какой-то программы, запрашивает. Типа, а вот изменилась система автозагрузки. Программа влезла в автозагрузку. Хотите ли вы это отменить или оставить и так далее. Далее. Мне кажется, аппарат стал немножко медленнее работать. Но может быть поэтому как раз он и не греется. По-моему, ребята частоту понизили. Не факт. Не утверждаю. Но мне так кажется. Сейчас мы это проверим в Antutu. Я его еще не запускал. Сейчас мы это и увидим. Так, а частота кадров где? А нет, частоты кадров. Нормально. Ну, в общем-то, подлагивает. По-моему, так же не изменилось. Но в процессе работы интерфейса разница есть. По-моему, все-таки интерфейс теперь как-то замедленный стал, что ли. Ну, может быть, семерка еще оптимизируется. Там может еще допилит, не знаю. Но на глазок система работает медленнее. Ой. Перед первым запуском Facebook он вылетел с ошибкой. Но когда я его остановил, проверил права доступа и запустил заново, он пошел нормально. При первом запуске Skype он вылетел. И при всех последующих он так и не запустился. Вот вам и семерка бета, поэтому ее вам и не дают. Поэтому не надо мне намекать. Отдай, отдай. Когда блэки решат, что она готова, тогда выдам. Потому что я уже получил за то, что семерочку на шеститысячный распространил. Конечно, всего на два дня раньше, чем ее и так люди с форума нады были. Но все равно. Даже за эти два дня мне, честно говоря, досталось. Не, на глазок, кстати, что-то я выдумываю. Вот здесь вот стало лучше. На глаз. Температура. Тишкина жизнь. Холодный. Да, молодцы, ребята, что-то сделали. Может, поэтому он вправду и подтормаживает. Но то, что он холодный, это уже хорошо. Подождем несколько минут. Так, ходил с семерочкой уже весь день. Вот реально, единственное постоянное ощущение, что он стал работать медленнее. Но в остальном все не изменилось. Есть некоторые примочки от семерки. Например, режим одной руки включается постукиванием по центральной клавише, по-моему, по домику. Отключается просто нажатием таким же двойным, по-моему, в пустое поле. То есть, когда включается режим одной руки, у него получается такой вот квадратик. Ой, прямоугольничек. А здесь пустота. Ну, видимо, я в эту сторону задал. Видимо, как-то по-другому можно в другую сторону задавать. Ну, неважно. После того, как потыкаешь по вот этой вот черной пустоте, он возвращает экран в нормальное состояние. Ну, и не только. Некоторые такие приблуды появились. Не очень-то понятные мне. И непонятно, нужны ли они людям. Но интересные, да, согласен. Продолжаем ждать, когда Antutu отмучается, чтобы понять все-таки. Для тех, кто в теме стало больше или меньше. Программы в основном встали. Говорю, пока проблема только со скайпом. Ой, еще ждем дальше глюков. Если кроме скайпа глюков не найду, может быть и солью прошивку. Ну, почему-то мне кажется, что глюки еще будут. Не зря ее выдали только мне. По крайней мере, я так думаю. Блин, как надоело ждать. Да, кстати, народ. Если вы в здравом уме и в трезвой памяти, тогда советую не покупать Qubit Rainbow 2. Да, у него есть охрененные плюсы. У него очень хороший экран и тач. Но у него есть охрененные минусы. Непонятно, зачем две камеры. Потому что снимают они обе вместе. Хуже, чем, извините, любая другая камера. Вблизи он еще более-менее хорошо снимает. Но вдалеке все мимо. Так что, если вам хоть сколько-нибудь важна камера, Qubit Rainbow 2 не брать. Если вам на камеру наплевать, еще один весомый, такой казус, у него очень сильно собирает отпечатки и перед, и зад смартфона. Поэтому у них даже в комплекте лежит очень хороший силиконовый бампер. Такой бампер многим был, честно, по-моему, пригодился аппаратам. Но тут есть еще один косяк. Этот бампер тоже собирает отпечатки пальцев и вдобавок еще и царапается. Так что, подумайте пять раз, прежде чем брать этот аппарат. Я вон его сейчас дозаряжу. Вон он стоит на зарядке, заряжается. Уберу нафиг в коробочку. Буду думать, что мне с ним делать. Даже разыгрывать, честно говоря, не хочется, потому что человек будет с ним мучиться, по-моему. На хрена мне его прислали? Сказали бы сразу, что аппарат говно. О, 41500. Ничего, неплохо. Понятно, верификацию на этой прошивке еще никто не проходил. Частота осталась хоть? Частота? Где? Ага, нормально. В этой частоте ее... А, вот, 1500 осталось. Значит, он реже, наверное, ее задействует. Ну ладно. А, и вот то, что я говорил. Уведомления. Вот, программа одна запросила право на запуск другой. Согласиться. ТХ быстренько второй короткий тест. И вырубаю. Потому что не имеет смысла. Все работает, как вы видите. Сбоит только одна программулька. Skype. Я сейчас это и покажу, в принципе. Работоспособность аппарат не потерял. Интерфейс чуть-чуть замедлил. Но я еще раз повторюсь. Это все-таки, мне кажется, чтобы не было нагрева. Да, аппарат вообще не греется. Молодцы. Вот из-за одного этого я остаюсь на семерке. Он тупо перестал греться. Наконец-то они что-то допилили. Но я думаю, из-за этого и глюки, как я уже говорил, не один раз. Точнее, не глюки, как сказать, подтормаживания. Ну. Сойдет. Ладно, демонстрирую, что беда со Skype. И завязываюсь с этим делом. Дальше видео будет только в том случае, если что-то найду интересное. Эээ, не Skype-то. Вот. Сейчас вы видите. Задумываемся. Думаем. Все. Можно перезапускать до усерва. Извините за грубость. Ничего не изменится. Ну и настройки. Всем знакомое окошко с напоминаниями о последних предложениях от Google. Что ему кажется, или им точнее, что вам нужно сделать. Короче, все. Как типичная семерка. Как всегда, есть пользователи. То есть, многопользовательский режим. Появилась вот. Настройка кнопок, как я понимаю. То есть, можно менять местами программно, какая кнопка за что будет отвечать. Ну-ка, ну-ка. Ага, то, что я играю. Тык-тык. Ну-ка. Опа! Появилась вспышка на длительном удержании кнопки питания. Ну-ка, проверка. Аппарат выключен. Нажимаем и держим. Горит вспышка. Вот оно, господа. То есть, экран должен быть погашен. Все понятно. И выключается. Все. Вот оно. Молодцы. Вот теперь есть фишка в семерке. Вот теперь это я уважаю. Так, что-нибудь еще есть? Что же раньше-то не заметил, интересно. Так, гугловские настройки вынесены в меню. Непонятно. Лучше трогать не буду. Вдруг он каждый раз при каждом нажатии будет скриншот делать. Нахрен мне это надо. Ну и все, в общем-то. Вот меню разработчиков. Оно, кстати, изначально включено. Потому что в инженерку я легко вошел. Ну, в общем, все. Вот она, семерка. На BlackVP2. Поставилась с проблемой, потому что идиот. Надо было проверить провод. Потом вдвойне идиот, потому что стер себя имей. Но потом зато показал на камеру, как их восстановить. Довольно-таки легко и просто. Всем пока. Удачи. Надеюсь на подписку. Следите за творчеством. Если подтащите сюда друзей и подписчиков, станет больше. Соответственно, у меня будет больше устройств для того, чтобы вам их показывать. И я больше буду ранжироваться у поставщиков. И больше будут вам давать новой информации об устройствах. И стоит ли их покупать. Всем пока.